Добрый день всем любителям дартс! Добро пожаловать на канал Дяди Сэма! Я удобно разместил своего микрофона, а это значит, нас ожидает буквально несколько десятков минут занимательного зрелища! Король подвала 2021! Вот так вот называется этот видос! Мы проводим свой репортаж из города Челябинск! Мы вернулись снова в клуб «Факел» в спортивная школа на университетской набережной этого южноуральского города! И в финале нашего поединка встречаются, кто бы вы думали, конечно, вы их уже узнали, одни из постоянных героев на моих видео, на моем канале! Дмитрий Горбунов в белой футболке и Александр Башарин в синей майке! Вот так вот съездил он на чемпионат какой-то то ли Европы, то ли мира, то ли еще какой-то страны, не знаю! Реклама у него от какого-то компании «Коралл», если как-то зрение изменяет, что-то не могу уже забрать! Но тем не менее, ладно, я уже запутался! Давайте начнем наш матч! Первое утроение от Александра, второе сразу же с максимума! Пришел начать Башарину, что ли? Нет, чуть-чуть смазал! Удивительно, конечно, зрелище нас, я думаю, ожидает все-таки, как я уже сказал, одни из постоянных участников завершающихся поединков любого практически турнира на Урале! 140, Дмитрий Горбунов вторит Башарину! Вот так вот, ноздря в ноздрю, сразу же с места в карьер рванули оба игрока! Еще одно утроение от Башарина! Давным-давно не было турниров в этой спортшколе «Факел», и вот через какое-то промежуточное время чуть-чуть улучшилась ковидная обстановка в Челябинске, и снова мы возвращаемся в этот замечательный клуб! Еще одно утроение снова от Горбунова! Снова 100, как Башарин, но на этот раз чуть-чуть получше, все-таки два утрения цепляет дядя Сэм, и уже преимущество, есть попытка, так сказать, обозначился и хотелки сделать брейк уже Горбунов, но посмотрим, справится или нет. 99 после очередного подхода у Башарина Александра мы наблюдаем, и 175, все-таки Дмитрий, скорее всего, будет первым. На крупном окончании 121. Будет любопытно, конечно, с какого сектора он начнет. Но все мы знаем, конечно, что самый популярный у Дмитрия – это 20-й сектор, но есть, конечно, все-таки варианты. Башарин снова в два подхода по 99. Вот такое вот весьма необычное решение мы наблюдаем в исполнении Александра. Дмитрий, попытка выйти на булт через сектор 17 вторым дротиком, не увенчалась успехом, и у Александра 76. Сразу же первый дротик бросает в 20-й по привычке, и Топс для Башарина 15-м дротиком закрывается Александр. Показывает результат средний на 3 дротика в районе 100 баллов, я думаю, да? Так и есть. Дмитрий даже 105, но это все потому, что он не бросал на удвоение свои дротики. Вольфрам в это время у него отдыхал, что называется, пока своим делом занимался Александр Башарин. Второй лэг у нас начинается, и Дмитрий весьма скромно 45 после первого подхода. Чем ответит Башарин? Еще скромнее 40 очков. Вот так вот. Насколько резво ребята шмаляли Вольфрам в мишень в первом лэге, настолько же тихо стартанули во втором. Хотя, возможно, я ошибся. 180 будет сейчас от Горбунова. Нет, 140. Ну, тоже относительно неплохие наборы пошли, скажем так. Весьма неплохо. Александр утроение цепляет одно. Ну, естественно, как мы все с вами видим, это пятый сектор. Давайте я вам расскажу небольшую предысторию этого турнира, который называется Король подвала, но это все-таки не официальное название. Официальное название у него, согласно положению, это цокольный дартс. Именно в цокольных помещениях находится, собственно, сама спортшкола клуб «Факел» в городе Челябинск. И благодаря, видимо, этому организаторы не стали ничего фантазировать, и таким образом и назвали данный турнир. По формату он во многом схож с Лигой Челябинска, но все-таки ради интереса здесь у нас присутствуют сразу два дивизиона. Если в Лиге Челябинска играют все подряд в кашу-малашу, скажем так, все в одном большом дивизионе, то здесь сразу разделили на два. Относительно по силам определяет, кто сильнее, кто слабее. Сами организаторы определяют. Ну и финальный матч, как вы можете заметить, если внимательно смотрели за Лигой Челябинска, Дмитрий Горбунов, я уверен, что он прервался. 116 крупное окончание закрывает во втором леге на своем начале. 260 очков он привез своему оппоненту. Чем занимался Бошарин в это время, пока играл Горбунов во втором леге, непонятно. Но сейчас у Александра есть возможность исправиться. Третий лег начинается, у него начало. Смотрите, отставание по 20 очков на три дротика. Есть одно утренение, второе. Ну что, сейчас будет максимум от Бошарина? Ес, распечатывает потолок Александр. Первый максимум в этом матче. Король подвала. Кому же достанется этот новый титул в сезоне 2021 в городе Челябинск? Вот так вот, чуть-чуть вроде подуспокоилась игра. Дмитрий резко, так сказать, сдал позиции. После этого у Бошарина было 180. Опускается вниз мишень Александр. Ну, начал я вернусь, вернее, к нити своего повествования о том, все-таки, как здесь турнир отличается от лиги Челябинска. Если кто из внимательных зрителей все-таки заметил, да, финальный матч у нас будет длиться до пяти побед. В отличие от лиги, где у нас играется до шести. Соответственно, и полуфиналы чуть-чуть сдвигаются на один лайк меньше. Тем самым, добавляя скоротечности данному формату турнира, еще два утра я не наблюдаю. В исполнении от Александра 154. Уже после трех подходов на окончании находится Александр. Ну что, потолок от Горбуна? Мы ждем теперь. Вау. Нет, промахивается уже который раз дядя Сэм. И всего лишь 249. Такое ощущение складывается по ходу игры, что игроки собрались каждый брать свое начало. 94. Есть попадание и ТОПС остается для Башарина. А, чуть-чуть сладает. После 116 от Горбунова, конечно, было бы весьма красиво, если бы и сейчас закрытие 100 плюс последовало в исполнении лучшего игрока в Челябинске на данный момент. Ну что, Александр Башарин ждет очередного подхода после того, как Дмитрий скромно, весьма скромно набрал после очередного визита к Мишени. ТОПС для Башарина. Попадает в удвоение, но в единицу. Естественно, вынужден сразу бросать в удвоение 19. Александр чуть-чуть у него не получается. Даже не попадает в сектор 3. Внезапно! Что бы это могло быть, да? Насколько просто Башарин расправился с утроением 20-ки, попадая в 180. И настолько же трудно ему попасть в сектор 3. Весьма непривычный сектор, находящийся в самом низу Мишени, но тем не менее. Очередной заход на третий сектор. Александр сейчас справляется первым дротиком и удвоение восьмерки. Снова без промахов действует Башарин. И 144 очка. Тоже довольно-таки внушительная сумма была у Горбунова. Но теперь его задача набирать 180 и в таком же темпе, в весьма быстром, захватывать свой лэг. Вернее, на своем начале побеждать и сравнять счет в этом матче, добавив какую-никакую интригу. Соточку накинул Дмитрий. Александр, видимо, будет повторять. Нет, решил опуститься вниз. И не зря, как мы видим с вами, 137. Сразу же решил перехватить инициативу Башарин. Горбунов. Ну что, хватит у него смелости попасть в утроение. Вернее, точности и меткости. Причем здесь смелость попадает в Горбунов. И 301. Для Александра непростая задача сейчас догнать своего соперника. Очень кучно кладет дрочки друг к дружке прямо. Александр опускается вниз и 47. 317. На этот раз уже сектор 19 не поддается ему так легко, как могло бы это показаться после первого подхода. И Дмитрий, накидывая стабильно по соточке, уже набрал 201 очко. Вот так вот. В принципе, весь секрет Дарца. Накидывай, накидывай. До одного утроения достаточно на долгой дистанции. У тебя будет средний набор в районе 100 очков, если ты еще при этом не будешь промахиваться в дабл. Александр Башарин тем временем у нас 11 очков. Что это мы видели в исполнении Александра? Не совсем я сейчас понимаю. Неужели он почувствовал, что победа настолько ему легко дастся, что настолько можно играть даже с таким набором против дяди Сэма? Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, это весьма самонадеянно. 156. Разница в 150 очков. Дмитрий продолжает лидировать в лагере, в котором он, собственно, и начинал. Абсолютно что-то невнятное мы видим в исполнении Александра. 11-23. Что это за игра? Это финальный поединок, я напоминаю. Король подвала. Неужели в подвале именно так нужно играть в финальном матче? 96. Остается у Дмитрия. И Александру нужно пускаться срочно в погоню. В принципе, теоретически 180 могут сейчас поправить ситуацию. Но, естественно, этого уже нет. Разводит только в руки стороны Александр Башарин, не понимая, что же с ним такое случилось. Вдруг внезапно. Ведь все было хорошо в предыдущих трех лагах. Дмитрий решает оставлять себе 54. В итоге и 225. Есть утроение от Башарина. Нужно еще одно, как минимум. Оказывать, нужно оказывать серьезное давление на своего соперника. 54. Для дяди Сэма не самое сложное закрытие. Топс уже был сегодня закрыт. И на этот раз то же самое делает и дядя Сэм. Счет у нас 2-2. Интрига в матч возвращается. И пятый лаг на наших экранах прямо сейчас, дорогие друзья. Разница по среднему набору также мы с вами наблюдаем. Буквально 8 пунктов отстает Башарин от Горбунова. Но, в принципе, не такие уж большие это цифры, чтобы их невозможно было догнать. По количеству затраченных дротиков тоже весьма ровно идут игроки. Ну, Дмитрий чуть-чуть, конечно, отстает. Но, видимо, сейчас снова накидывая регулярно по соточке и стабильно, он эту циферку все-таки наверстает. Я имею в виду по количеству затраченных дротиков на один лэг. Аж какая-то пыль пошла из мишени только что. Насколько мощность бросает Александр. Потому что их чуть-чуть не везет. Конечно, отскакивает рикошетом от предыдущего дротика. Третий, самый последний. И у Дмитрия появляется реальный шанс, чтобы сделать брейк в этом лэге. Счет у нас, напомню, до пяти побед. Когда, если не сейчас, это делать? В принципе, как раз на середине дистанции. Самое время. Немногочисленные зрители у нас присутствуют на этом финале. Основная масса игроков, которые были, собственно, не только зрителями и участниками, Естественно, уже разбрелась по Челябинским домам. И лишь трое самых стойких у нас остались понаблюдать. Чем же закончится это? Одно из классических противостояний на Урале. Башарин-Горбунов. Уже неимоверное количество матчей сыграли эти игроки друг против друга. И всегда с переменным успехом. То Александр, то Дмитрий бывают победителями. Выходят в этих схватках. И вот сейчас тоже совершенно непонятно, чем же закончится очередная встреча. Счет у нас 2-2. И относительно ровно пришли к закрытию игроки. Дмитрий. Снова есть утроение, но на этот раз 83 всего лишь. Но, тем не менее, первый вышел на окончание. Естественно, у него, возможно, теоретически будет один дротик на дабл. На какой, нужно посмотреть. 58 в остатке у Башарина будет. Сектор 18 сейчас подвергнут обстрелу. И не попадает. Возможно, я ошибся. Все-таки обстрелу подвергся сектор 1. Решил почему-то сделать это Александр. Но, конечно же, мы понимаем, что промазал он мимо 18 сектора. А вот тем временем Дмитрий-то 45 оставляет себе очков после очередного подхода. Судья ненадолго задумался. И через какой сектор пойдет Александр? Через ТОПС, естественно. Сегодня он уже закрывал это удвоение. И снова просто с завидным постоянством потрошит это удвоение 20. И Александр, смотри-ка ты, на борт у нас потихонечку начинает снова возрастать. 80 на 87. Относительно неплохие цифры. По-прежнему начинаются и продолжаются росты. Дальше 366 в остатке. И 135 после очередного подхода. Мы наблюдали от Дмитрия, что Александр нужно 140 в очередном подходе. Иначе не догнать Горбунова-то будет. Как на заказ выдает Александр нам 2 утроения через утроение 20 сектора. И игра у нас просто молниеносным темпом движется к своему финишу. Казалось бы, игра до 5 побед, можно играть очень долго. А нет, нет уже. Прошло у нас буквально 17 минут, а мы уже более половины дистанции проделали. И еще больше ускоряется Александр Башарин. Два подхода по 2 утроения на 20 секторе. Что может быть проще? Сейчас осталось еще 180 для полного кайфа засадить в утроение 20-ки. И мы просто с вами все дружно поаплодируем этому исполнению. Могли бы поаплодировать, но, к сожалению, Александр решил взять небольшой перерыв. В гроссмейстерском исполнении даже подмигивает чуть-чуть мишень. Мол, что за дела-то? Я к тебе со всей душой открыто, а ты мне 180 окончаешь. Сейчас главное не перебрать. Бывает и такое, даже в Челябинске ребята действительно это исполняли. В одних из предыдущих турниров 106 для Горбунова. Первым он вышел на закрытие. И, естественно, вот сейчас он уж точно должен быть один дротик на победу в лэге. Если не промажет мимо какого-нибудь утроения. Предположу, что 20-ки, потому что именно через этот сектор, как правило, играет дядя Сэм. Любимый его сектор. Просто дома по мрачению он его тренирует. В этот раз не промахивается. Оставляет себе дабл 18. Один дротик на то, чтобы сравнять этот лэг. Вернее, сравнять счет в этом матче. И мастерски это просто делает Дмитрий. И счет у нас 3-3 отбивает кулачки оба игрока. Вообще, относительно ровная игра у нас получается. Ну что, весьма успешно начинали игроки в начале этой игры. И по-прежнему набор не падает ниже 80. Держит темп. Александр вдруг внезапно два подхода мимо крупных секторов. И действительно взял паузу, отдышался чуть-чуть. Собрался силами. И все-таки последним дротиком спас свое положение в седьмом лэге. Дмитрий по-прежнему. Теребонькая двадцатку. Не безуспешно. Одно утроение попадает и накидывает по суточке. Вот такое стабильное исполнение. В исполнении Горбунова мы наблюдаем. Пошарин снова утроение. Цепляет пятерки на этот раз. Регулярно, в отличие от Горбунова, Александр спускается вниз в мишени. И с переменным успехом, скажем так. Иногда цепляет, иногда не очень. Но, тем не менее, 382 уже, я думаю, будет. Да, попадает два подряд в утро... Ой, просто в сектор 20-й Дмитрий. И уже перевес. Перехватывает, грубо говоря, инициативу. Отставание 40 очков у Бошарина. Недоволен. Недоволен своим броском Александр. То вниз, то вверх. Идет обстрел. Утроение двадцатки. Снова попытка. Одним дротиком нащупать утроение 19-го сектора. Тоже безуспешно. Дмитрий. Очередная сотня в его исполнении. Так и есть просто. Стабильно, синхронно, монотонно, уже рутинно. Бросает Дмитрий 100 в этом матче. В отличие от Александра Бошарина, есть возможность на максимум. Второй потолок пробивает Бошарин. В финальном матче турнира «Сокольный дартс» или, другими словами, «Король подвала». В подвальном помещении у нас находится финальная мишень этого турнира. Дмитрий. В кои-то веки вдруг не попадает. Всеми тремя дротиками. В сектор 20. Молчу уж про утроение. Вот Александр, у него часто улетает первый дротик в пятерку. Конечно, стоило бы поработать на тренировках над своим исполнением именно первого снаряда. Все три улетают, черти куда, 28. Ну, классическая ситуация в дартс, когда игрок бросает любой, неважно, новичок или профессионал, 180. А потом, естественно, каким-то чудом залетает 26. Если у вас такое было в вашей карьере, оставляйте комментарии, делитесь, не стесняйтесь. Посмотрим, сколько нас таких, кроме Башарина. Потому что у меня действительно тоже была такая ситуация и не раз, между прочим. 115 не закрывает Башарин. И 152. 154 была попытка у Башарина сегодня закрыть такое крупное окончание. Сможет ли Дмитрий 152 сделать? Одно у тройности. Второе. Ну что, удвоение 16 для Горбунова не справляется он, но очень, весьма близок был, справедливости ради. Тоже к большому закрытию. 16 в остатке. И все-таки один дротик должен быть у Александра, чтобы выиграть лайк на своем начале. Два раза сегодня Топс закрывал с первой попытки, а вот сейчас вдруг неожиданно произошел сбой. Вообще не время, если честно, отдавать подарки для дяди Сэма. 16 в коей-то веке, одно из простейших закрытий для этого игрока. Вдруг неожиданно Дмитрий проявил эмоции. Кто был хладнокровный, хладнокровный, спокойно реагировал на любое закрытие в своем лэге. А тут Дуб аж действительно выдал из себя. Проявил эмоции и радость. Не знаю, хороший это знак или плохой. Но вот смотрите, 41 после первого же подхода. В лэге, который возможно может стать уже последним, потому что счет 3-4. А играем, я напомню вам, уважаемые друзья, до 5 побед. Была небольшая статистика на ваших экранах. 17, 15, 19 дротиков закрывали игроки предыдущие лэги. И вот есть возможность повторить предыдущий успех. 140. Дядя Сэм не собирается, видимо, останавливаться на достигнутом. Коль уж появилась такая возможность и брейк уже сделан, пора, собственно, выигрывать, возможно, и весь матч. Дело за малым. Преимущество уже в 60 очков на своем начале и нужно увеличивать это расстояние. Потому что Александр Башарин не тот игрок, которому следует делать подарки. Уж кто-кто. А у этого товарища опыта хоть отбавляй и воспользоваться он ими сможет сполна. Может быть, даже и на этот раз. Нет, ну смотрите, как кучно, абсолютно. Иголка в иголку бросает Александр Башарин свои вольфрамовые снаряды. Но, тем не менее, мимо утроения. А Дмитрий будет очередная сонка. Нет, вдруг неожиданно решает опускаться в 19-й сектор. На этот раз не зря. Цепляет утроение абсолютно вовремя. Когда, если не сейчас, действительно существенный просто перевес по очкам. Александру сейчас крайне будет сложно отдадать Дмитрия, если сейчас он еще и утроение зацепит. 82 и 2 дротика решает играть через Булл, но не попадает и оставляет себе Топс. Вот так вот. 3 дротика будет на то, чтобы завершить этот матч всю пользу. Александр как бы не хотел, сколько бы утрейней не бросал, 241 будет закрыть крайне сложно. Даже в теории. Оставляет себе окончание Лондон Башарин. Но Топс для Горбунова. Первая попытка мимо, вторая тоже. Что, удвоение пятерки? Нет, не справляется Дмитрий в этот раз. Внезапно. Через какой сектор пойдет Башарин? Решает через двадцатку. 121 в окончании и 5 у дяди Сэма. Так, нужно посчитать. 62? 64? Кто из вас хорошо знает математику? Сколько будет? 141 минус 77? Все правильно. 64? Бросал Александр в утроение 16? И чуть-чуть ему не повезло. Дмитрий, удвоение 2. И 2 дротика было в руках. Вышел на Сталинград безуспешно. Естественно, Сталинград. Кто же берет Сталинград с первой попытки? Это абсолютно невыполнимая задача. 48? Для Башарина. Вот куда уж проще удвоение 16? Мимо. Еще один, возможно, последний шанс. Ох, действительно. Господи, за что? Чуть-чуть. Как хорошо начинался матч. Практически 100% закрытие на даблах. И для Дмитрия 2 дротика. Снова 2, не 2. Наконец-то первым дротиком справляется дядя Сэм. И забирает себе титул. Титул, первый титул в своей карьере, который называется Король подвала. Цокольный дартс. Город Челябинск. Сезона 21 года. В спортивном клубе Факел. Вот такой вот был финальный поединок между двумя крутейшими уральскими дартсменами. К слову сказать, Дмитрий в этом сезоне хорошо идет и не только в уральском рейтинге, но и в российском, занимая первую строчку. Александр тоже не очень-то и отстает. Где-то в районе десятки, насколько мне не изменяет память. Организатор турнира Дмитрий Ситкарев вручает переходящий приз Король подвала новоиспеченному победителю этого турнира. И нас ждут еще, если мне не изменяет, как минимум пять отборочных турниров, прежде чем мы с вами увидим финальный поединок этого замечательного ивента. На сегодня все, друзья. До встречи на канале. Адьос, амигос! Адьос, амигос!